Я расскажу историю человека, об этой истории я прочел в либерального толка изданиях российских, то есть в новой газете. Вот сообщили об освобождении Андрея Соколова, которого похитили полгода назад на выходе из украинского суда. За мою жизнь никто не отвечал. Мы связались с Андреем Соколовым и последующий рассказ, это знаете, мне кажется, он может пригодиться для правозащитных организаций, которые, я уверен, заинтересуются его историей так же, как они интересуются и другими историями. Имеет ваш контакт. А я сегодня смотрел ролик, он сделан еще давно, где вы брали интервью у священника, по-моему, у Феофана. Да, да. Дело в том, что я его лично видел, потому что это как раз был март месяц, когда меня тоже войдили на допросы в подвал СБУ. И я прямо присутствовал в тот момент, когда его завели в оружейную комнату, где нас держали. И разговаривал с ним как раз в момент, когда он только был спортик. Я просто заметил такой запах, который шел от него, сженый волос. Я спросил, а почему он от вас так пахнет? Он сказал, что его пытали электротоком, не высущил рукава и показал, что волосы на руках были удалевшие от шофера. Это было именно в СБУ. Давайте с самого начала, потому что я не знал этой истории, и только сейчас в Новой Газете прочитал, а что вообще случилось, почему, как, когда? Я не ополченец, я не солдат. Я был приглашен как консультант на некоторые предприятия Донбасса для проверки работы оборудования, которое было на этих предприятиях. А именно потому, что я токоль, и у меня в Москве есть своя мастерская. И то есть я... Вы имеете в виду, подождите, ну, вас пригласили, то есть, в Донецкую область, в Украину, правильно? Нет, в ДНР. Ну, это Донецкая область, Украина? Да, да. Вот, и пригласили, ну, я имею в виду не в украинскую власть. Да, я понял. Да, да. А власть ДНР. И я там приехал, где-то в течение двух недель я побывал на двух предприятиях, вот. И потом, когда ехал из... Я приехал на своем автомобиле. И когда ехал из Донецка в город, я по ошибке заехал на украинский блокпост номер 37, поселок Красно-Партизан. Так как у меня были номера российские и паспорт российский, меня тут же задержали. И вот с 16 декабря по 2014 года, по 15, да, 14 октября 2016 года, я фактически был лишен свободы и находился в Украине в разных тюрьмах, а потом и в подвале. Меня водили по разным расположениям в зоне АТО и, соответственно, проводили со мной этот допрос. Тогда не оформлялось ни письменных протоколов, ни осмотра моих личных вещей или моего автомобиля. То есть это все было сделано с такими нарушениями, которые потом, когда уже был суд в 2016 году, привело к тому, что дело начало разваливаться. Так как, если, например, те же вещественные доказательства оформлять без понятых и без оформления документов, то они не имеют никакой законной силы в суде. Поэтому, фактически, тогда все допросы шли на телефон, на видеокамеру. И потом в деле уже не фигурировало. То есть это было две недели, за которые под угрозами применения пыток. С меня были получены показания, а те, которые я говорил, что я помогал ДНР в работе их предприятий, как они наполеют. Указано, что я был для ремонта оружия и боеприпасов. И, соответственно, это и послужило обвинением потом в ходе предварительного следствия. То есть за эти две недели меня провозили по трем точкам. Это Новоградовка, дальше как база какая-то на хром-зоне, где присутствовали представители добровольческих акадеонов правого сектора. И третье – это линейный отдел милиции города Волноваль. Вот через эти три пункта меня проверили. И только 29 числа привезли в Мариуполь и оформили уже официальный капот, который подозревает. Ну, все как обычно. То есть это были какие-то самодельные клетки. Или это было, например, как на промзоне, где был правый сектор, это были евроконтейнеры, которые стояли на улице. То есть это помещение, не предназначенное для обычного содержания заключенных. Только лишь в Волновахе меня поместили в одиночку, которая находилась непосредственно в здании линейного отдела милиции. И поэтому там это была обычная одиночная камера. При мне были изъяты рабочие записи, блокноты и так далее, которые касались моего приезда в ДНР. То есть я был на каком предприятии, какое там оборудование было, какие были начальства, телефоны, контактные данные. Поэтому, увидев это, они, в принципе, пусть их ко мне не применяли, так как вся информация у них уже была на руках. Я лишь подтвердил, соответственно, те записи, которые были. Ну, хорошо, а потом, что они вообще хотели, что они предъявляли? То есть работу на террористическую организацию? Помощь для террористической организации ДНР. Я тогда не знал, что ДНР это террористическая организация приняла. То есть я считал, что это сторона конфликта военного, но как бы по своей статье терроризм, он подоживает действия каких-то подпольных вооруженных групп, соответственно, которые занимаются взрывами и запугиванием населения для оказания давления на принятие решений органов власти. Это формулировка террористов. 29 декабря 2014 года мне предъявили подозрение в совершении преступления и отвезли в суд, который он вынес мне два месяца ареста. То есть это не платный адвокат, который реально защищает, а такой, который у них постоянно работает и приходит и защищает не только, но и большинство, а других. То есть формально присутствует на допросе или в суде и формально подписывает документы. В тот момент, например, среди моих личных вещей оказался такой документ смешной, как мандат, подписанный якобы президентом ДНР Захарченко, что, мол, такому-то требуется оказывать всякое содействие и помощь, потому что он участвует в, как там написано было, с помощью Министерства обороны ДНР в содействии, как написано, военно-промышленного комплекса. То есть они состряпывали документ такой формата А4, который, соответственно, усиливал хоть как-то обвинение в том, что я якобы, соответственно, являлся чуть-чуть там оружейником каким-то или там производителем. То есть они понимали, что, да, я был на заводах, но в этом составе преступления как такового нет. Я оружие рукав не держал, даже не видел там вкладку. Вот, но формально какую-то бумажку надо было сделать, и мы ей такое сделали. Потом на следственном следствии была проведена экспертиза, которая установила, что самое интересное, она установила то, что этот документ напечатан на бумаге с помощью принтера, а печать с помощью штампа сделана, вот и подпись написана ручкой. Все. Хотя, как бы, экспертизу должна установить, а офис там Захарченко или не Захарченко, а печать настоящая или не настоящая. Они этого ничего не сделали, а просто формально, ну, то состояние такое, что... Когда меня уже перевели в Запорожскую область, там у меня было два конфликта, потому что в камеру сажали, было случай, когда посадили бывшего добровольца из правого сектора, и был случай, когда посадили убийцу по 115-й статье бывшего военнослужащего ВСУ, который воевал в ЧТМ Стандарт. То есть, когда, конечно, в одной камере такие заключенные, получается, как бы не стремился поддержать нормальные отношения, все равно происходят конфликты, например, в камеру, тебя настражали в бывшей оружейной комнате, в подвале, в сбу, туда перевозили всех, кого называли на допросе, потом поднимали в кабинет и спускали обратно, пока не заберет там бой. Вот так вот, развели человека, который был одет, ну, в униформу ДНР, и у которого были на ногах ботинки, на носках которых были дырки. Причем дырки-дырки были необычные, как будто протерты каким-то круглым предметом. Я спросил его, тебя что, машина по ногам проехала? А он сказал, что его во время допросов в расположение ВСУ его пытали с помощью, вышликовали машинку, только что называется «болгарка». Привязали его, надели так, чтобы мы посадили его на стул и, соответственно, этой «болгаркой» подбилили и ботинки, и немного пальцев надели. Но это пытали в ВСУ, а в СБУ проводились пытки? В СБУ более тонко делали, потому что они не хотели оставлять географичных следов. А, соответственно, самый обычный подъем, который они использовали, это было приобретение пыток, например, той же «мокрой тряпкой». Это когда человека клали, например, на скамейку, в помещении тех, а как раз таких скамей много. И, соответственно, двое человек садились сверху. Один удерживал руки-ноги, а второй, соответственно, надевал тряпку на лицо, которая пропускала воздух. И начинал из бутылки лить в обычную воду. И, соответственно, человек, я так понимаю, испытывал такую же боль, как будто он вдыхается под водой. Той. И через какое-то время мог и сознание потерять, и, соответственно, эти вода впадал и влево. Его переворачивали, откачивали, и, может быть, я еще раз по-новому. Вот в СБУ помещение тира 20-метрового, которое у них есть, он прямо находится напротив дверей бывшей оружейки, которые использовали как накопитель для тех, кого вызывают на допрос. Там нет видеокамеры, там нет, соответственно, никаких посторонних, поэтому там это делать было им удобно. и помещение тоже имели большой размер, и, соответственно, это делать было им проще. А нас держали, соответственно, в хорошей реке. Там стояла видеокамера, и, соответственно, там были другие заключенные, поэтому были, возможно, не нужно следить. Поэтому КИР использовался именно для таких допросов. Хорошо. А вы можете назвать сотрудников, которые это делали? Я потом, в 16-м году, когда меня держали уже, как они говорили, на обмен в течение полугода незаконно в и помещении тира, а потом в оружейке, я, соответственно, видел этих сотрудников много. Они одевали маски, и это были не сотрудники, которые охраняют здание ЗУ, а это были оперативные работники. Поэтому, естественно, ни именных, ничего не знал. Вот. Охранников я еще мог видеть, потому что они не скрывали его. И некоторых там во имени. А вот оперативники, которые участвовали в допросах и пытках, они всегда одевали маски. Хорошо. А какой смысл был этих допросов и пыток? Ну, то есть, я объясню. Я периодически вижу на канале ОСБУ признательные показания от женщин, от мужчин. Они рассказывают, что они там взорвать что-то хотели, что они работали. То есть, мы можем сделать просто предположение, что вот эти вот признательные показания получены под пытками. Смотрите, ну, во-первых, это просто запугать человека, чтобы никто не взял отказ от дачи показаний, потому что он имеет такое право по конституции. И, соответственно, он может просто молчать. А это затрудняет значительное следствие. Во-вторых, бывают моменты, когда, например, известно, что задержанный человек имел, например, аккаунт в какой-то социальной сети. Например, в ВКонтакте, в Одноклассниках. И сотрудникам спецслужб нужно пароль от этого аккаунта. Естественно, с помощью пытки они легко его не могут получить. Получив, соответственно, они получают доступ ко всей информации и под видом того человека, которого задержали, они начинают переписку с его френдами и пытаются, соответственно, арестовать или унести в местоположение других подозреваемых. То есть, тут как бы значение и запугивания, и получения оперативной информации. С вами находились люди, которые переживали тоже пытки? То же самое, да. Потому что я лично меня не пытаю, потому что у меня была вся информация. По большому счету, и они понимали, что я не воевал и оружие в руках не держал. То есть, они поэтому относились ко мне еще более-менее лояльно. А, например, тех, соответственно, кто прошел через пыток, и это в основном были, или те, кто вообще ни в чем не виновен, поэтому к ним сообщить нечего было. Поэтому нужно хоть что-то было выпить. Или же те, кто, наоборот, выиграл балл, и, соответственно, имел какую-то информацию на других подозреваемых. А, скажем так, вот эти легкие пытки в виде избиений и мокрой тряпки, они почти применялись, как симптома общего. Вот. Более серьезные, например, избиения там до края, до получения сильных травм, вот, это было в основном тех, кто был военнослужащим ДНР, и, соответственно, кто участвовал в боях. Ну, это, скажем так, большинство, кого я видел, это были все-таки те люди, кто случайно попал на тот же блокпост, как я. То есть, заехали на машине, не знаю, какой-то блокпост украинский или ДНРовский, или были задержаны здесь, на территории Украины, когда они проехали домой к себе, например, за пенсией, там, к родственникам, или еще как-то. Ну, короче, семейные какие-то обстоятельства. Вот, и были тоже задержаны, и арестованы посажены в тюрьме. Вот, поэтому пытки, они применялись ко всем, но в разном мере. Ко всем, кто издевательства молчал. То есть, кто отказался давать показания. А в основном они применялись в начальный период. То есть, тогда, когда у человека нет адвоката, и даже когда тогда, когда ни его родственники, ни его знакомые не знают, что он вообще арестовал. Хорошо. То есть, абсолютно случайные люди и сотрудники СБУ пытали их для чего? Для того, чтобы они что сделали? Чтобы они самоговорили себя. Или же вот, если есть какое-то подозрение в том, что человек в чем-то участвовал, сообщили какую-то оперативную информацию. Ну, хорошо. Допустим, сотрудники СБУ уже понимают, что перед ними случайный человек. Они продолжают применять физические методы физического воздействия для того, чтобы человек оговорил себя, то есть, взял на себя то, чего он не совершал и пошел по этапу. Да, потому что, ну, как бы, было бы человек, а дело найдется. То есть, я вот не знал случаи, когда задержанного как-то отпускали, потому что он действительно ничем не виновен. Я знал случаи, когда, например, людей, которые задерживались на сепаратизм, если они не совершили каких-то серьезных выступлений, их оформляли по программе «Тебя чекают дома». Я так соскучился по дому, что не раздумывая, решил вернуться и воспользоваться этой программой. Я обращаюсь ко всем. потом узнал от знакомых о программе СБУ «Тебя ждут дома». От того, что я боялся отлично от одного из моих близких я узнал о программе «Служба безопасности Украины на тебя чекают» «Тебя чекает в доме». И решил ей воспользоваться. Поначалу было страшно. В большинстве случаев, кого я знал, это не добровольный переход со стороны ДНР в Украину. А это именно моменты, когда СБУ не может доказать весомое, но надо человека как-то дальнейший его юридический статус охор. Я понял. Они понимают, что в суде это не получится, то сделают именно по этой программе. А заодно пополнят статистику, что есть такие-то люди, которые добровольно отказались от участия в ДНР. То есть «Пайчека» поймали, например, за то, что у него там в телефоне были какие-то в друзьях одеты в униформы знакомые от этого преступления. То есть он поддерживал связи с такими знакомыми. А по большому чешитету кроме этого ничего на него нет. А добровольных этих знакомых они не могут, потому что это знакомые в ДНР. То есть вообще перспективы для суда такое дело не имеет. И тогда соответственно ему дают документ, в котором написано, что я согласен с теми обвинениями, которые против меня явно прошу простить меня и хочу участвовать в государственной программе теченью 15 апреля 2016 года состоялся суд. То есть он до этого тоже был суд. Меня привозили где-то раз в месяц в город Твердянск, где был городской суд. И мне просто продляли формально мое меру пресечения на очередные 60 дней. Но в этот раз накануне этого суда с моим адвокатом связались сотрудники СБУ. и которые сказали, что ваш подопечный нас интересует, мы хотим его отправить на обмен пленными. Но для этого он должен согласиться с обвинением, в котором он обвиняется, получить приговор. И день получения приговора должен быть освобожден за тот срок, который он уже отсидел. Но для этого надо признать обвинение. Я бы сказал, что да, я согласен, если это будет именно так. Он бы обещал мне вынести срок за отсиженное, изменив статью 258-3 на 256-ю первую. Это легкая статья, она предусматривает срок 5-10 лет. И в один день мне изменили мое обвинение, провели судебное следствие в последнее слово. Короче, все в один день делали, и уже 18-го вечера вынесли вырок, в котором мне дали два года, 7 месяцев, 4 дня, и по закону Савченко сократили этот срок вдвое, соответственно, совпало, что день в день, что 15 апреля это срок у меня кончается. Когда меня, соответственно, 15 апреля освободили в зале суда, я с адвокатом спустился на первый этаж, и так как там выход один, я, выход и вышел на улицу. А адвокат мне еще, когда мы ходили в суде, показал в окно на микроавтобус, темного синего цвета, и сказал, что это микроавтобус СБУ из Мариуполя, и на тебя найдем улицу. То есть я в курсе был, соответственно, что меня повезут на обмен, значит, повезет СБУ. Единственное, что я не знал, что обмен будет не через неделю, а через я просижу целых полгода, и так меня не поменяют. Поехали в то здание, в котором я был еще в 14-15-м, поэтому я сразу все узнал. Это Мариуполь, Тёргерский, дом 70-ти. Поместили меня сначала в подвал, в помещение Тира, о котором я рассказывал. В то время там уже не было такого количества заключенных, как раньше, в 14-15-м году. То есть приблизительно где-то 3-4-5 человек арестовывалось в месяц. То есть это очень мало, по сравнению с тем же 30-40-50 в 14-15-м годах. Поэтому они могли меня держать там более спокойно. Два с половиной месяца я просидел в повещении Тира, это замкнутое повещение, которое закрывалось на ключ, и меня два раза в сутки выводили в туалет, для того, чтобы я взял бутылку в воду и вылил соответственно мочу. в туалете естественно не было. Мне приносили два раза в неделю продукты из места в магазине, который рядом находится в Великой Кишени. Соответственно там были сырые картошка, лук и такие банка тушенки. У меня была своя электрическая плитка, которую я клал на пол. Отключал розетку и вымалированные тарелки готовил суп или еще что-то. То есть я сам пищу приготовил себе самостоятельно из тех продуктов, которые они приносили. Я приехал туда, у меня были кое-какие продукты из тюрьмы, но они быстро закончились. Я написал бумагу с номером телефона моего адвоката и сказал, чтобы они с ним связались, потому что он может принести продукты питания. Но они это не сделали и решили все время кормить меня за свой счет. То есть там был специальный человек, который эти продукты приносил. Это не охрана приносила продукты. То есть я там находился как в тюрьме, но в то же время и не как в тюрьме. Потому что не было возможности связаться ни с родными, ни с адвокатом, ни с кем. О том, что я именно там нахожусь, естественно, никто не знал. неделя, месяц, это еще было терпимо. Но когда это уже пошли, лето, когда уже началась осень, а меня не было. Соответственно, адвокат мой подал заявление в продукт Минской области по факту моего похищения. То есть он сказал, что я пропал, написал обстоятельства. И сейчас уже у меня на руках есть решение жахтового суда города Мариуполя, в котором написано, что удовлетворяется заявление моего адвоката частично о возбуждении этого уголовного дела, чтобы оно было приметено к расследованию правоохранительных органов. То есть фактически было возбуждено уголовное дело по 146-й статье Криминального кодекса Украины о похищении мужчин. Это уже было в июле августе этого месяца. То есть получается, я сижу в подвале в СИЗО, в СПУ Мариуполя и одновременно полиция и прокуратура ищут меня на свободе. То есть получается, что они прятали не только меня и моих родственников, но и от местных правоохранительных вас поли месяца просидел по помещению тира. После того, как я меня там охраняли плохо, я решил убежать. Разобрал ему вентиляцию, вентиляционную шахту, снял вентилятор, соблюнул решенку, где-то в течение двух недель я это делал, по ночам, когда меня никто не выпускал, никого рядом не было. и ночь с 30 июня на 1 июля я попытался вылезти и перелезть через забор уже в соседние дворы, которые примыкали к зданию избу. Но я был задержан и меня перевели уже на более строгий режим задержания в помещении бывшего оружия. Это прямо напротив тира. Но там есть уже двойная металлическая дверь. И там я просидел еще 3,5 месяца. Но где-то около 4 сентября 2016 года ко мне пришли и сказали собираю вещи и тебя поешь на обмен. Я собрал вещи, естественно, упаковал в свои сумки меня вывели, но повезли меня не на обмен, на какую-то частную квартиру. в городе Мариуполь. Я запомнил адрес улицы Артема. Там меня продержали до 10 сентября. Я, соответственно, ждал каждый день обмен, но меня не поменяли. А потом обратно же привезли помещение оружейки в СБУ. Как потом я выяснил, это сделало не для обмена, а потому что приезжала какая-то проведенка. И уже освободившись, я, соответственно, прочел в интернете информацию, что с 5-го по 7-е число комиссия ООН приезжала в Мариуполь именно по поводу жалоб на тайные тюрьмы СБУ. То есть, получается, они знали об этом заранее и еще 4-го числа вывезли меня на частную квартиру. Заявление правозащитников о том, что СБУ незаконно удерживает людей за решеткой. Убедительны ли аргументы? Глава СБУ опровергает информацию о тайных тюрьмах спецслужб. Для пущей убедительности решил показать журналистам пустой следственный изолятор. Там меня охраняли сотрудники СБУ и представители какого-то добровольческого батальона попарно охраняли. соответственно рассудки менялись и находясь там в квартире я был в одной комнате охрана в другой и соответственно комната была угловая и чтобы выйти например в туалет или ванную мне было приказано стучать сначала. Охранник подходил и спрашивал что надо и выводил меня. Но сказали если ты откажешь дверь без слуха соответственно мы будем применять оружие у них у всех были макары 10-го числа опять меня вернули и там когда я зашел в это помещение уже не было никаких моих вещей которые я оставлял и надписи на стенах были затерты металлической щеткой и какие-то вещи ворвлялись от компьютера что ли я так понял и от тут которые сотрудники заставили телажи и превратили помещение в склад меня освободили не по обмену я думаю в этом виновата то что все-таки поднят шум по поводу моего похищения было возможно уголовное дело и соответственно я уже был нежелательным свидетелем на самом деле отсутствие света немного или плохое питание или плесень на стенах или плохой воздух это все действительно мелочи это можно было терпеть а самое неприятное было то что мое здоровье и жизнь зависело от того полишать тех кто не охранял никто не отвечал за это если что со мной случится соответственно все будет скрыто и никто не узнает куда я пропал хорошо после освобождения обращались ли вы в какие-то правозащитные организации или правозащитные организации спрашивали ли у вас потому что на самом деле вы свидетель о тех самых тюрьмах о которых сообщала ООН о которых потом украинская власть сказала смотрите-ка у нас таких нет знаете как я скажу это не то что это тюрьма была в прямом смысле это было просто расположение которое находилось под контролем СБУ то есть СБУ была экономически выгодно там держать человека потому что для охраны например если взять другое место какое-то требуется что нужно чтобы как минимум два сотрудника были вооружены и эти два сотрудника менялись через каждые там не знаю там сутки то есть это должно быть шесть человек как минимум потому что сутки через трое и им надо платить деньги получить а тут они поручали всю эту охрану тем сотрудникам которые в принципе уже несут охрану всего здания получается что они экономили на охране все что они тратили на меня это было два раза в неделю когда они покупали где-то на 200 гривен продукты там самые простые как говорится то есть получается они делали не потому что они как бы полноценно хотели какую-то там тюрьму создать а потому что это было удобно то есть есть люди которые могут охранять за 6-5 тысяч гривен зарплаты официально и есть соответственно помещение такое то есть грубо говоря от бедности тоже получается да потому что если бы была какая-то отдельная тюрьма там был бы такой режим что я бы не то что там связаться с кем-то не мог а я бы соответственно попытку даже побега не смогу делать они охраняли тяпля меня сдержали стояли шкафы с одеждой армейской одеждой я и одевал в униформе в униформе соответственно я думал что если я убежать я в этой униформе то есть например в тюрьме трудно представить чтобы содержать для людей помещение где хранится милицейская одежда во-первых я хочу подать жалобу европейский суд по правам человека во-вторых соответственно я связывался с представителями ООН которые занимаются тоже мониторингом прав человека в Украину и их заинтересовала моя информация буквально я же освободился получается 15-го числа я приехал в Россию и буквально я сразу сразу заслезаться с меня дал показания они это зафиксировали показал вещественные доказательства которые я с собой смог вывести и соответственно я думаю это будет в течение какого-то премия подано введя официальные жалобы амнистии интернешн она представитель буквально вчера вышла у меня и соответственно захотели со мной связаться и соответственно я думаю на днях я тоже с ними переговорил вот конкретно случай был я же говорю до меня сидел отец перед ним кораблем вот Кораблев Владимир это пожилой человек больной по-моему сахарным диабетом ему постоянно требовались уколы этот человек имел соответственно семью и в том числе молодого сына который учился в Бариуполе и соответственно он с ним был на связи по телефону я как понимаю в ходе прослушивания телефонов сотрудники выяснили этот факт и арестовали сына студента и сказали звони отцу чтобы он приехал а отец соответственно жил в это время в Балагусске то естественно отец приехал они слава богу от сына отпустили а отцу так как он был оттуда просто посадили обратно его же машину развернули на блокпост и под видеокамеру приобрели обыск естественно в багажнике машины обнаружили боеприпасы и арбук и он фактически за это и сидел а по средствам массовой информации было так сказано что задержан очередной диверсант который пытался проехать на группу для совершения террасы и соответственно пример как использовали получается сына для того чтобы выманить отца и сфортифицировать уголовное дело подвечь 58 статье потом и соответственно и с чем закончилось тем что человек отпустили в ДНР и дела как такового уже нет потому что естественно у нас еще раз в Украину на территории подконтрольной Украине он не смог поехать то есть меня удивляет именно то что Украина как официально государство действует теми же методами как может действовать любой незаконно выраженное хронирование то есть может быть это вызвано тем что в 2014 году была еще и такая неизбериха что как бы речь шла не про права человека а оборону от внешнего агрессора как они считают и соответственно это было права человека это были мелочи но сейчас соответственно так как война затянулась все эти факты применения пыток и незаконного задержания они начинают всплывать и уже соответственно оформляться в виде того что я сказал какие-то жалобы будут и какие-то будут приняты решения международными правозащитными организациями то есть я думаю вызвана это все инерционность государственной машины чтобы пока не было первых решений по искам и соответственно на Украину не начнут со стороны того же международного сообщества давить юридически а не политически не изменится отношение Украины по отношению к вопросу применения пыток и к вопросу применения незаконного задержания людей до сих пор